Доброго всем утра и приятного пробуждения вместе с афишей. Сегодня предновогодний выпуск проведу для вас я, Денис Ведосеев. А знаете, какой сериал уже третий год возглавляет рейтинг по скачиваниям в интернете? И между прочим, количество загрузок превысило число тех, кто посмотрел его легально по телевизору. И это Игра Престолов. Более 8 миллионов закачек оставляет далеко позади дальнейших участников этого списка. Сериалы «Ходячие мертвецы» и «Теория большого взрыва». Несмотря на все меры, принимаемые против пиратства, количество закачек программ только растет. По мне, так давно уже пора смириться. Пираты 21 века неискоренимы. Американский журнал Forbes опубликовал список актеров, чье участие в фильме приносит голливудским киностудиям максимальный доход. Самой выгодной актрисой года названа Дженнифер Лоуренс. Лента, где она сыграла, собрали в мировом прокате почти полтора миллиарда долларов. Это ж сколько она сама заработала, спросите вы, а я отвечу, 34 миллиона. Вот что с людьми делают «Голодные игры» и модный синий костюмчик. Следующим по кассовым сборам актером признан Крис Пратт. Третий – главная героиня всея Люси Скарлетт Йоханссон. В десятке – Марк Уолберг, Крис Эванс, Анжелина Джоли и Хью Джекман. Если в новогодние каникулы вам не захочется думать о высоком, духовном и вечном, ну или вообще не захочется думать, вот вам наводка на фильм «Что творят мужчины 2». В ролях Никита Джигурда, Елена Беркова, Памела Андерсон. На Сашу Грей, видимо, денег не хватило, хотя у нее и так забот полон рот. Ладно, смотрим «Что творят мужчины 2». Разрешите доложить, товарищ генерал? Докладывайте можно без формальности. Кто-то поимел нашу систему безопасности. Программист ранее работавший в нашем отделе. Какой пароль он мог поставить? Ну, он всегда мечтал сделать с паролем слово, которое девушка кричит во время оргазма. Нам понадобятся парни с остальными яйцами. Мы имеем 9 женщин, и только одна знает пароль от программы. Мы готовы доводить девушек до пароля. Они вернутся в большой секс. Смотри, чем рулю. Чем рулю? О, смотри, Обама! Обама! Где? А, нет, просто девушка. Вы обязаны разводить по три экземпляра в день. Сегодня мы будем иметь... Им предстоит сложная задача. Зои работает кассиржей в супермаркете. Такую девушку лучше сто раз услышать, чем один раз увидеть. Я надела свое лучшее белье. А-а-а! Александра, недавно в Америке. Работает в Терли-Диши в местном баскетбольном клубе. Я же знаю, с кем я буду спать сегодня. С мэтичинским кротом! С кентукской пчелой. Подождите, мне что достается няня? Ну да. И что я с ней буду делать? Чья это тут такая пипирочка? Моя пипирка. Почему такая маленькая? Нормальная пипирка. Ну, маленькая такая пипирочка. Че выросла, то выросла. Этой зимой. Такой путь ты проделал не зря, солдат. Согласен. Согласен, мэм. Разрешите обойти? Кажется, мы сбили какое-то крупное животное. Вы что творите, мужчины? Что творят мужчины? Два. Да ладно, мужики, че так напряглись-то? Я сам служил. Десантура. С первого января во всех кинотеатрах. Спасибо. У меня есть билет на любой сеанс комсомольца или малого зала октября, и у тебя будет, если раньше всех ответишь правильно. На какой день недели пришлось 1 января 2014 года? Варианты. Понедельник, среда или пятница? Отправляй свой вариант на 5577. В начале сообщения обязательно пиши слово «тема», и тебе должно повезти. Ну а вчера молниеносную реакцию продемонстрировал абонент Мегафона с последними цифрами номера 0595. Правильный ответ в фильме «Развод по-итальянски» играл Марчелло Мастроянием. На сегодня все. Не скучайте, а смотрите хорошие фильмы. Увидимся. Пока.